У приднестровцев появились проблемы с записью в украинское посольство в Кишиневе. С 15 ноября онлайн-запись возможна только для тех, у кого есть биометрический паспорт. Биометрические паспорта с чипом Украина начала выдавать в 2012-м. За 11 лет большинство украинцев в Приднестровье получили новый документ, но есть те, кто просто продлевал старый небиометрический паспорт, это стоило всего 30 долларов, когда как получение нового 90, а сейчас 130 долларов. Были и те, кто просто не пользовался паспортом Украины, а сейчас ему понадобилось обратиться в посольство. С небиометрическим паспортом записаться нельзя. Надо, чтобы был биометрический документ. Если люди не имеют биометрии, это проблема. А если уже получили синий паспорт биометрический, тогда это не составляет сложности. Давайте попробуем записаться на прием в посольство Украины. Электронная запись на сайте украинского МИДа. Выбираем страну. Молдова, посольство в Кишиневе или консульство в Бельцах. Во второе записаться проще. Выбираем нужную услугу, к примеру, действия с паспортом, а именно получение нового паспорта. И вот тут главное. Раньше можно было выбрать свободный слот и записаться на прием. Теперь система предлагает подтвердить свою личность. Или через внутренний паспорт Украины, или через приложение Украинского банка, или приложение ДИА. В любом случае вам понадобится биометрический документ, то есть с чипом. Телефон прикладывается, на который скачан этот додаток ДИА, прикладывается к паспорту, восстанавливается контакт, вот, с чипом. Считываются данные, и потом дальше пошла процедура идентификации, по лицу там, надо голову поворачивать туда-сюда. Ну, она такая томительная процедура, но она реально проходится. И потом, уже после регистрации в ДИА, можно ПИД-ПСД использовать для записи посольства. Новые правила ввели для борьбы с кибермошенничеством, говорится на сайте МИДа Украины. Что делать тем, у кого нет биометрического паспорта? Обращаться напрямую в посольство в Кишиневе, вот телефоны. Или в украинский дом в Тирасполе. Через посольство будет быстрее. Механизм есть, формируется небольшая очередь из таких людей. Потому что патовой ситуации, если биометрии нет, то ничего не сделают. То есть с небольшими порциями посольства этих людей. Старые паспорта остались в основном у людей старшего поколения. И сейчас они не могут получить новый паспорт или решить любой другой консульский вопрос. Запись ведь только электронная. Проблема, кстати, касается не только приднестровцев, а всех граждан Украины, живущих за рубежом и не успевших получить биометрический паспорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова